МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир вам и благодать доумножится! Сегодня у нас потрясающий день, день славы, день благодарения, день поклонения. Сегодня вместе мы прославляем Иисуса Христа. Пусть благословения Божьи изливаются в вашу жизнь огромным потоком. Приветствую всех жителей СНЛа, зрителей и также активных участников нашей интернет-общины Дом Веры. Вы хотите присоединиться? Тогда сделайте это прямо сейчас. Пройдите сайт домвера.ру и присоединяйтесь к нашей интернет-общине. Вы можете задавать мне вопросы в прямом эфире, комментировать, говорить свои пожелания. Я вижу, что там сейчас люди уже пишут изо всех, с разных уголков зеленого шара. Еще раз пройдите сайт домвера.ру. Будем очень благодарны, если вы присоединитесь к нашей интернет-общине. Также, если вы хотите поехать со мной в Израиль, то давайте это сделаем. Нужно немедленно зарегистрироваться. Пройдите на сайт cnl.tv. Найдите там отдел про тур в Израиль. Поехали со мной в Израиль. У нас осталось 10 мест. Если вы хотите, то вам еще возможность есть. Поехали со мной в Израиль. Вы не пожалеете, я вам гарантирую, не пожалеете. Да, дорого. Да, кризис. Да, обвал рубля и гривны. Да, все, катастрофа. Но знаете, походить по святой земле, это стоит. И это благословение. Пройдите сайт cnl.tv. Сегодня в моей студии гость. Ха-ха, хозяйка. Лариса, привет еще раз. Привет, привет, дорогой. И очень рада приветствовать вас вновь, дорогие друзья, в этом эфире. Всех наших друзей-телезрителей, всех наших друзей из общины Дома Веры. Благодать, мир вам, да, умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что у нас есть такая возможность собираться. И мое желание, мое благословение для вас, дорогие, чтобы вы получили ободрение, получили вдохновение, потому что мы проходим через разные жизненные ситуации, разные жизненные обстоятельства. И сегодня тему, которую хотелось бы затронуть и поговорить на эту тему, тема усталости. И вот я хочу задать вопрос моему драгоценному супругу, и мы вместе порассуждаем на эту тему. Я, задавай вопрос. Я устал, я устал, я устал. Ты устал. И я устала. Ну, задавай вопрос, задавай вопрос. Нет, ты не устала. И мой вопрос такой, мы его очень много говорим о том, чтобы ходить в победе, ходить в радости, что Господь нам все до этого дал, что Он все совершил. Но тем не менее, бывают такие моменты в нашей жизни, когда мы приходим в какое-то уныние и чувствуем усталость. И в этот момент... Иногда мы чувствуем усталость физическую, и это как бы нормально. Вот я считаю, что физическая усталость, это хорошо. И вот когда человек устает, когда человек устает, приходит Рифаим. Что это такое? Давайте откроем Библию. Открой, пожалуйста, Библию. Второе царство, 21 глава, ты для нее сюрприз. Она сегодня готовилась в фильме, а я как-то... Второе царство, 21 глава. Второе царство, 21 глава, царь завет. С 15 стиха. И открылась снова война. Есть такое? Да. Между филистимлянами и израильтянами. Опять они говорят. И вышел Давид, и слуги его с ним, и воевали с филистимлянами. И Давид что? Утомился. Утомился. Тогда Иесвий, один из потомков Рифаимов, двоюродный брат Голиафа, у которого копье было весом в 300 сиклей меди, который опоясан был новым мечом, хотел что? Поразить Давида. Давид устал, и его хотел поразить какой-то... Иесвий, Иесвий, хотел поразить его, у него новый меч был, 300 сиклей, копье. Хотел поразить Давида, Давид уже сражался, уже так устал уже. Он сел такой на пенек, ой, устал я, и не мог, но помог ему Овеса. Овеса помог, сын Саурин, и поразил филистимлянина, и умертвил его. И тогда люди Давиду упоклялись, говорят, не выйдешь ты больше с нами на войну, чтобы не угас, светильник Израиля. Аллилуйя, интересно, интересно. Всегда, когда в хорошее место. Ты хотела в другом направлении войти? Мы сейчас пойдем в этих направлениях, в разных направлениях, потому что тема такая, да, и вот очень интересно. Мы, вот когда мы чувствуем физическую усталость, есть физическая усталость, когда где-то работали, что-то делали, устали. Есть духовная усталость, когда, ну или душевная, правильно, наверное, сказать, душевная усталость, когда вгаснут эмоции, когда нет настроения, когда нет сил, приходит какая-то печаль. Лень. Разочарование. Знаешь, что есть другая усталость, лень, когда тебе ты устал. Может быть, лень. Лентяи, они такие уставшие, они ничего не делают, они не допустят. Знаешь, можно сейчас этот эфир повернуть в сторону лени и говорить, и освещать это как порог. Да, лень это порог, но есть усталость, когда действительно человек устает, тут лень ни при чем. Есть внутренняя усталость. Когда человек устает, иногда бывает, вырастает психологическая такая связь. Я хочу отдохнуть, я хочу отдохнуть, он хочет отдохнуть, 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 это превращается. Отдыхать, я хотела именно сказать, что отдыхать надо. Он теряет, надо отдыхать. Один раз в неделю. Умолкните перед Господом, Господь говорит, умолкните, успокойтесь. Я умолкну. Перед Господом моим. Да, потому что иногда нам важно останавливаться. И вообще вот в этой теме мы хотели немножко сегодня поговорить, поплавать, поразмышлять. И ты хорошее местописание, кстати, к этой же теме подключил. Исайя, сороковая глава. Не ожидала, что ты его прочитаешь. Ну, давайте тогда рассудим по этому местописанию. А здесь все очень просто. Давид устал. Давид устал, но слава Господу, что брат хотел его поразить. Овеса, Овеса пришел. Но у него были друзья. Овеса пришел. Господь всегда пошлет человека, который поможет и защитит. Овеса довесил и победили. И они сказали, нечего здесь тебе ходить воевать, Давид, чтобы светильник Израиля не угас. Вот, они встали на его место, а его высвободили для того, чтобы он был светильником Израиля. И иногда в таких случаях действительно нужно дать человеку лидеру. Друг может поддержать, поддержать. Друг может поддержать. Лидеру нужно дать перерыв. Команда должна быть. Команда. Овеса сказал, хватит тебе, Давид. Ты ходишь еще, рискуешь своей головой. Иди, лучше занимайся делами Божьими. Да, иди прославляй Господа. Чтобы светильник твой горел всегда. А то было бы глупо. Давид устал. И если бы Овеса рядом не оказалась, его убил. Так бы и закончилось в Библии. И убил его великан. Как его зовут этого великана? И свей, и поразил его копьем, и мечом новым отрубил ему голову. Ну, слава Богу, что Бог, он никогда не опаздывает. Итак, ты хорошее местописание назвал. Утомляются юноши. И я думаю, что надо его вывести на экран. И пусть сейчас оператор нас выведет. А, Исайя, 40-ая глава. Исайя, 40-ая глава. Исайя, 40-ая глава. 20-й стих. И оно у меня уже открыто. Исайя, 40-20. Да. Не 20, а 40-30. Ой, 30-й, извиняюсь. 40-30. 40-ая глава, 30-й стих, извиняюсь. А я бы с 28-го прочитала. Давай, с 28-го стиха начнем читать. Читай, дорогая. 28-го стиха. Исайя, 40-28. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. И разум его не следим. Бог наш никогда не устает и никогда не утомляется. Энергия в нем никогда не останавливается и никогда не кончается. Он вечный Бог. Это мы, люди, утомляемся, устаем, устаем от рутины, устаем от обыденности, устаем иногда даже друг от друга, иногда устаем от работы, иногда устаем от самих себя. И усталость в человеке присутствует. Но наш Господь, это почему мы сейчас читаем это местописание? Потому что мы увидим, что есть источник, который никогда не угасает и не утомляется. И к этому источнику поворачиваются наши глаза и наша внутренность. Другими словами, Бог нестекаемый источник бодрости, силы, вдохновения. Бог нестекаемый источник. Но 30-й стих говорит. Да. Утомляются. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Почему здесь говорится о юношах и молодых людях? У них много энергии, силы. Да. Даже они устают. Да. То есть не говоря уже о людях пожилого возраста, которые часто устают, им нужен отдых и моральный, и физический. А здесь речь идет о юношах, которые никогда не утомлялись. Не должны утомляться. По идее, да. Я помню, когда моя семья была молодой. Я не помню, до какого возраста. Ты была молодой когда? Всегда. Not now, да. И я помню, когда мне задавали вопрос. И это было, наверное, лет до 40, когда мне задавали вопрос и спрашивали, ты устала? Ты устала? Я удивлялась, почему мне задают вопрос. Я не чувствовала вообще никогда никакой усталости. Достаточно было отдохнуть, поспать и все. Опять бодрость, опять энергия, опять вдохновение. И меня спрашивали, даже дети, когда у меня были маленькие, мне спрашивали, ты устала? Я иногда говорила, что я немножко устала от рутины. Но физически я не чувствовала себя уставшей. И я удивлялась, думаю, почему мне молодой задают этот вопрос. Но сегодня, если мне зададут такой вопрос, когда я уже чуть-чуть постарше, я стала чувствовать усталость. И писание говорит, что молодые юноши, молодые люди и юноши, они ослабевают. Они ослабевают. Они ослабевают в задоре, в энергии. Они приходят иногда к тупиковым ситуациям и не знают, что им делать. И это тоже своего рода некая усталость. Что мне дальше делать? Я не знаю, куда мне дальше идти. Какие предпринять шаги? Как дальше учиться? Иногда во время учебы молодые люди устают. Устают. Я не знаю, почему ты не уставала. Я все время в школе уставал. Все время у меня было плохо. Мне так нравилось учиться, я никогда не уставала. Я так не любил учиться. Я так не любил учиться. Это как наказание было. Я обожала учиться. Для меня каникулы были какой-то тягомотиной. Для меня каникулы это была радость. Мне так хотелось, чтобы опять началась школа. Мне так хотелось, чтобы она не начиналась. Я так хотел, чтобы она сгорела. Как-то странно. Я вот хотела учиться. Серьезно? Да, у меня был очень большой задор на учебу, мне нравилось учиться, мне нравилось ходить в школу, я не знаю. Наверное, я как Илья под можжевелым кустом. Значит, помнишь историю? Откройте, пожалуйста, Третье царство, Третье царство, по-моему, вот сейчас посмотрю, глава 19, откройте Третье царство, глава 19, потрясающая история усталости. Помнишь, когда этот пророк Илья, он уже весь такой изнемогший, он уже весь такой никакой, он уже никакой, он уже все. Глава 19, а стих какой? Стих, сейчас, по-моему, там сначала, сначала там где-то 4-5 стих, вот, и он уже никакой, он уже весь такой уже, он ушел в пустыню. 4-й стих, Третье царство, 19-й глава, и он ушел, чтобы спасти свою жизнь, а сам отошел в пустыню на день пути, сел по намжевелым кустом и просил смерти себе, и сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Вы знаешь, вот эта глава идет после победы, которую одержалась он во время, когда он молился за облачко, там молился за облачко, помнишь? Дождь пришел, а он сказал, ох, запрягай колесницу, все, казалось бы, победа, казалось бы, все достигнуто, цель достигнута, дождь пошел, пороки эти валовы убиты, жертва принесена, дождь пошел, все классно, и тут произошла вот такая история. И вот, он лег и сказал, все, возьми душу мою, четвертый стих, пятый стих, и лег, и заснул под можжевеловым кустом, он спит, и вот ангел коснулся его, не знаю, чем он, ногой, подтолкнул его, встань. Коснулся, все-таки нежно это было. Коснулся? Встань и ешь. Почему мужчины сразу резко думают? Вставай, вставай, ешь, на тебе еду. И взглянул я, и вот у изголовья его печеная лепешечка и кувшин воды. Я не знаю, был ли у него хумус, но вчера вечером я сделал хумус. На меня что-то приступ золушки напал, и я сделал хумус. Вы знаете, какой хумус? Вы не знаете, какой хумус? Если вы не были в Израиле, то, конечно же, вы не знаете, что такое хумус. Если вы хотите узнать, что такое хумус, вам нужно обязательно со мной съездить в Израиль, и вы узнаете, что такое настоящий хумус. Я вчера делал до 11 ночи хумус, у меня целая банка хумуса. Это потрясающе. Это из горох нут есть такой, знаете, вот крупные горошинки нут. Желтый. Желтый горох такой большой. Я его сделал, все там, там ингредиенты, и такая вкуснятина. Ой, господи. Как я люблю нут. Короче, не нут, а хумус. И вот он взял лепешка, немножко нута, кувшин воды. Ты уже прибавил. Ну, это если бы я бы сказал, если лепешка, как лепешка без нута? Как лепешку есть без нута? Я вообще не понимаю, как лепешку можно есть без нута, с водой. Как на хлебе и воде. Он поел, короче, Илья лежит под кустом, поел. Напился. В смысле, напился воды, не думать, что напился. И опять уснул. Бум, уснул, все. Мне все надоело, уйди от меня, сказал он, наверное, ангел. Возвратился ангел Господь второй раз. И коснулся его и сказал, ну-ка, встань, ешь. Ибо дальняя дорога перед тобою. Он встал, поел, напился и, подкопившись той пищу, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. Вот это энергетика. Что там в лепешке было, не знаю. Но чтобы сорок дней потом идти. Лепешка и вода всего лишь, да? Да. Я думаю, что он получил вдохновение от Господа. Знаете, иногда, когда человек устает, нужно, чтобы кто-то оказался рядом. И пнул его. Сказал, ну-ка, вставай. Не-не-не-не. Ну-ка, вставай. Ну-ка, ешь лепешку. Поел лепешку с хумусом. Завалился спать. Дальше. На следующий день опять кто-то должен прийти. Вы знаете, вы заметили, что интересная вещь. Когда человек устает, у него так мало остается сил, что он ожидает, даже не ожидает, а что единственный метод спасения, это чтобы кто-то дернул его за ногу и сказал, давай вставай и ешь. Посмотрите у Давида, когда он устал, и этот уже великан его хотел поразить. Представьте, там кто он, племянник Голиафа или кто он там был, двоюродный брат Голиафа. Он хотел его поразить, и вот он уже приготовился убивать Давида, и пришел там парень и защитил его. Кто-то приходит. В момент усталости очень важно, чтобы кто-то приходил. А помните историю, когда Моисей молился за Израиль, а Ишуа, Иисус Навин, сражался с... Ларис, помнишь эту историю? Да. Моисей стоял с поднятыми руками до тех пор, пока он стоял с поднятыми руками. Израиль побеждал Амалика. Да. Но потом руки Моисея стали ослабевать. И? И тогда появились два человека. Их звали. Друга Аарон и Ор. Абсолютно верно. Ор? Да. Два парня, Аарон и Ор, держали руки Моисея. С правой стороны и с левой стороны. Поднятыми. Аарон с какой стороны стоял? С правой. Правильно. Не знаю, правильно ли, но сделаю вид, что это правильно. А может даже не написано, с какой стороны. Не написано. Но все равно правильно. Скорее всего. Скорее всего, с правой стороны. Наверное, это было неважно в тот момент, потому что нужно было, чтобы обе руки были подняты. Они держали руки его, подставили камень. Да. Когда человек устает, в этот момент нужен настоящий друг, который подставит камень, будет держать руку, который толкнет и скажет, ешь жуй лепешку и иди сорок дней в горе Божьей. А у меня вот, знаешь, такой вопрос здесь возникает. Да. А нужно ли тому человеку, который устал, сознаться в том, что он устал? Или он должен это замазывать? И говорить, о нет, я буду маску одевать, что я не устал, а внутри человек устал. Ну кому кислая рожа нужна? Пусть замазывает. Хотя бы замажет. Сейчас еще будет с кислой рожей ходить. Пускай хоть замажет. Я некоторым говорю, ты хоть изобрази, что ты праведник. Не нужно сейчас изображать. Я понимаю, что это неправильно. А вот у Ильи, о котором мы сейчас читаем, у него была другая ситуация. Он вообще был в депрессии в полной. Да, и когда ангел накормил его, он выспался. Это очень важно было ему накушаться и выспаться. Отдыхать надо. И потом следующее, так только потом он смог идти сорок дней, сорок ночей. И потом куда он пришел? Он пришел в уединенное место. Во-первых, пока он шел сорок дней, я думаю, он о чем, я уверена, он о чем-то думал. Он размышлял, он взывал к Богу. Я уверена в этом. Сорок дней идти, сорок ночей. Он взывал к Богу. И куда Бог его привел? Посмотрите дальше. Девятый стих. Это девятнадцатая глава. Дальше. Третья царствия, девятнадцатая глава, девятый стих. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. После долгого пути он вошел в пещеру и ночевал в ней. Ему нужно было отдохнуть. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? И тогда у него состоялся диалог с Богом. Он шел. Неужели он там не мог поговорить с Богом? Неужели ему нужно было идти сорок дней, сорок ночей? Я думаю, что в этом есть какой-то смысл. Может быть, мы его еще не до конца понимаем, но смысл есть. Он пришел на Божью гору, Хариф. И здесь Бог в пещере стал с ним разговаривать. И у него состоялся диалог. Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе. Ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Сорок дней Илья шел. Сорок дней он думал, сорок ночей он думал. И вот он изливает свою душу перед Богом. Он вскрывается причина. Он не прячется. Он говорит то, что есть на его сердце. Он говорит Богу открыто, что его беспокоит. И это привело его в уныние, потому что он был ревности на Боге. И это привело его в уныние. Поэтому он открывает свое сердце и говорит, нету народа, который о тебе ревнует. Израиль совсем-совсем сдался. И тогда Бог начал с ним разговаривать. И он сказал ему, у Бога был свой диалог. Он говорит, выйди, встань на горе перед лицом Господнем, и вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяния тихого ветра. Услышав это, Илия закрыл лицо свою милостью своей, и вышел, и встал у входа в пещеру. И было к нему слово, и сказал, и так далее, и так далее. Опять он говорит то же самое. И Господь ему показал, где он может найти, и где может он встретиться с Богом. В тихом веянии. В тихом веянии. И я думаю, что в этом есть хороший прообраз для нас. Вы знаете... Когда человек устает. Да, прийти к Богу в тихом веянии. Тишине. Ты понимаешь, когда бытие 2-2. Да. Бог сказал, что и к седьмому дню совершил Бог свои дела, и почил день седьмой от всех дел своих. Успокоился. Помните, когда в пророках сказано, сила твоя сидеть спокойно. Да. Вообще покой, это очень хорошее состояние. Многие из вас начинают беспокоиться. Почему они не беспокоятся, да? Да, да. Кстати, это такое. Почему они не беспокоятся? Не беспокойтесь. Почему вы не беспокоитесь? Научитесь. Бог подстановил. Один день, неделю. Вообще полный покой. Успокоиться. Знаете, когда в Израиле был седьмой день, шаббат. Тишина полностью. Сделайте себе шаббат. Устройте себе субботу. Это время удобное для человека, чтобы отдохнуть, когда он ничего не делал в этот день. Да, ничего не нельзя было делать. Просто нельзя было готовить. Многие не могут ничего не делать. Многие не могут ничего не делать. Им становится плохо от того, что они ничего не делают. Например, моя мама, ей плохо, когда она ничего не делает. Суетятся. Начинают. Возьмите день. Успокойся. От дел своих. Даже Бог, который никогда не устает, не утомляется. Он показал пример и успокоился в седьмой день. Посмотрите, что происходит дальше. Когда заповеди Бог дает, десять заповедей. Четвертая заповедь. Почитай день субботний. Успокойся. Почитай день субботы. Не суетись субботу. Расслабься. Выдели день для Господа. Для покоя. Для перезарядки батарейки. Земля должна отдохнуть. Нельзя ее насиловать и каждый год снова и снова урожай. Нужно давать ей отдохнуть, чтобы земля восстановилась. Чтобы был покой для земли. Для жизни нужен покой. Каждому человеку нужен вот этот день покоя, когда происходит перезарядка. Седьмой год. Год покоя. Седьмой год. Вообще, Бог очень четко наблюдает. Вообще, смотрите, не убей, не укради заповеди какие. Не прелюбодействуй, не пожелай. Почитай Господа Бога твоего. Не произнеси имя Господа всуи. И вдруг раз. Почитай отца и мать твою. В Писании сказано, это заповеди. Это заповеди, на которых основано Писание. И среди заповедей почтения родителей, не убийства, десяти заповедей. Вдруг четвертая заповедь. Успокойся. Успокойся. Когда Иисус стоял среди народа, в Матфея 11 глава, Он сказал, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Аминь. Конечно, когда мы смотрим сейчас на эти десять заповедей, когда мы смотрим на четвертую заповедь о покое, это было включено в заповеди, чтобы человек мог в день субботний чтить Бога, чтобы он не думал о своих суетных делах. Это не просто рекомендация, кстати. Это не просто рекомендация. Когда не прелюбодействуй, это не просто рекомендация. Ну, знаешь, если можешь, не прелюбодействуй там. Или, ну, если настроение будет хорошее, не убивай. Ну, в основном не убивай. Нет, конечно же. Когда мы говорим о заповедях, заповедь это то, что постановлено. И Бог не вел, как одно из пожеланий между, после заповедей, там, знаешь, успокойся. Бог знал, какая человеческая плоть суетная. И поэтому нужно было дать установку, что в субботу все-таки человек, отдыхай. И это очень хорошая рекомендация, как, впрочем, рекомендации о пище. Когда мы читаем законы Моисеева о пище, где говорится о чистой и нечистой пище. Это тоже очень хорошие рекомендации для того, чтобы наши органы внутренние, как мы устроены внутри, чтобы вся пища, которую человек потребляет, она была полезной для него. Поэтому Бог такие дал рекомендации. Не спеши, братуха! Не спеши! Ну, я хочу сказать, что это не является сразу оговориться, что, чтобы не было перекоса у нас сразу в другую сторону, что, о, теперь мы должны субботу исполнять. Это не принцип для спасения. Спасение дается нам даром по вере в Иисуса Христа. Но есть много советов, рекомендаций. И также, когда сказано, не убей, это не значит, что, если ты не убиваешь, ты спасен. Или сказано, не прелюбодейся, ты не знаешь, что ты спасен. Вообще, 10 заповедей не знаешь, что ты спасен. Это ограничение, которое нельзя пересекать. И здесь не вопрос даже, можно или нельзя. Ты не можешь их пересекать. И точка. Но послушайте, когда мы подходим к 4 заповеди, выбрать день покоя. Псалом 61, стих 2. Потрясающий Псалом. И стих 2. Здесь написано. Только в Боге. Псалом 61, 2. Только в Боге успокаивается душа моя. От него спасение мое. Псалом 61, пожалуйста, выведите на экран. Псалом 61, стих 2. Только в Боге успокаивается душа моя. Псалом Давида. Вот 61. Да, Псалом Давида. Давид получил это откровение, что его покой в Боге. И он во всех своих псалмах, взывая к Богу, рассказывая Богу о своих каких-то внутренних стенаниях, переживаниях, проблемах, когда его окружают враги. Он все это высказывает Богу и в Боге находит покой. Он получает откровение, что только в Боге успокаивается душа моя. Он получает откровение об Иисусе Христе, что только в Иисусе Христе человек может найти полный покой. Поэтому Иисус и сказал, придите ко мне, все уставшие, все труждающиеся, обремененные. Все те, кто утомился душой, утомился телом, придите ко мне, я успокою вас. И если... Ну знаешь, говорят иногда, ну сейчас, вот сейчас, 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 сейчас время сжатвы, нужно срочно, нужно торопиться, торопиться быстрее. Какой покой? Для вас, мои озверелые, целеустремленные, сфокусированные на достижении. Исход 34-я глава, Старый Завет. Одна из первых книг Библии. Исход 34-21. И что там написано? Отгадай. Для тех, которые... Надеющиеся на Господа? Нет, нет, нет. Ой, нет, нет, ой, сори. Это я, это я следующее местописание уже... Шесть дней работы. Исход 34-21. Время ваше сидеть спокойно. А в седьмой день успокойся. День покойся. И дальше написано. Покойся во время посева и жатвы. Даже во время посевной. Но суббота на посевную выпала. Дорогая, у нас суббота выпала на посевную. И урожай у нас, вот урожай созрел. Надо пропустить покой. Нет. Нет! Даже покойся во время посева и жатвы, которую ты отменить не можешь. В понедельник, в воскресенье досеешь. В субботу день покоя. Покойся, успокойся. Даже во время урожая. Потрясающе. Дорогая, у нас время быстро летит. Ты еще что-то хотела? Последний стих, с которого мы начали и которым мы закончим. Он отвечает на этот вопрос. Мы говорили про юношей, молодых людей, которые утомляются. Исайя, сороковая глава. Мы продолжаем этот стих. Тридцать первый. А надеющиеся на Господа. Что-то с ними произойдет. Те, кто надеются на Господа. Не те, кто суетится и торопится ногами, своими руками, своими, несется куда-то сломя голову. А он надеется на Господа, и произойдет некое обновление в силе. Произойдет обновление, когда мы уверены в том, что Господь с нами, и что Он всегда на нашей стороне. Даже если мы устаем и ослабеваем, Бог нас не предает. Он нас не выбрасывает. Он продолжает нас любить, и Он изливает свою силу. И тогда мы обновляемся, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут. Почему орлы и потекут? Интересно, орлы же они летают, они же не текут. Я думаю, что здесь речь идет о Божьих потоках. Когда мы входим в Божий поток и доверяемся Ему, то мы течем в этом потоке. И тогда человек не устанет, когда он доверяется Божьему потоку. Пойдут и не утомятся. И в этом Божьем присутствии, Божьего потока внутри нас, человек может дальше продолжать свой жизненный путь. Итак, мои дорогие друзья. Мы подводим итоги. Я желаю вам, чтобы вы... Подводим итоги. Последние минуты. Значит, устают все люди, это нормально. Но... Надо признавать, что мы устаем. И не нужно, не жаловаясь, а просто открывая тест, да, я устаю. Но если вы одеваете маску, я устал, хотя бы прикрой, это тоже кислить не надо. Многие люди одевают такую маску устал. Я изможденный. Ты хоть маску радости одень. Ладно, не настоящую, но хоть изобрази радость. Нужен друг. Другу надо открыть. Например, мужу или жене. Друг, который возьмет и зарубит великана, который идет против тебя. Или который разбудит тебя и скажет, давай иди вперед, ешь, жуй лепешку хлеба. Второе. Усталость, это следствие отсутствия субботы. Или отсутствие отношения, покоя, дня покоя. Когда ты одной заповеди Божьих нарушаешь. Занимаешься всякой ерундой, когда нужно отдыхать. Земля должна отдыхать. Не позволяешь себе отдыхать. Занимаешься, продолжаешь суетиться. Нужен покой. То есть, если у вас нет ни друга, ни субботы, тогда вы залетели. И еще обязательно вот в этот момент, что внутренний покой мы находим в Иисусе Христе. Это не значит, что мы ничего не делаем, не трудимся вообще. Благословляем вас именем Иисуса Христа. И благословляем вас во имя Иисуса Христа. Благословляем имя Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да направит вас, да поддержит вас во имя Иисуса Христа. Будьте благословенны. Аминь. Наш эфир подошел к концу. Благодарим вас за то, что вы присоединились. Спасибо тебе, дорогая. Тебе спасибо. Благословит вас, не уставайтесь, поднимайте крылья и теките, бегите, неситесь. Спасибо всем друзьям и партнерам за поддержку, за партнерство. Ваши десятины помогают нам распространять Евангелие. Служите вашими десятинами, помогайте нам изменять этот мир к лучшему. Чтобы люди не уставали, получали откровения. Откровения жизни, энергии, слави. Еще один из хороших методов, чтобы не уставать, спите не 6 часов, а спите часов 7-8. Тогда вы не будете уставать. Да пребудет с вами Господь. С вами был Максим и... Лариса. Мы любим вас, ценим и благословляем. Всем пока. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим Сиенел и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие. Субтитры сделал DimaTorzok